Девушки отдыхают 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 Дагестанские Костя, просто будь собой И когда-нибудь тебя заметят Когда-нибудь тебя заметят Эй, чё, б***я? Это вся их мудрость гор? Я ни разу, я ни разу в жизни не видел гор! Девушки отдыхают 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 его коллеги. Получается, что я прочёл, что расследование не завершено. Два года следствие идёт, да? Я смотрю, там прям чётко решили тщательно все эпизоды разобрать этого дела. Всё проверить, присчитать дословно, сколько крошек было в этой печенишке. Ну, вообще, да, смущает, что с 2016 года они такую фигню рассматривают. Видимо, они очень хорошо живут. Вообще, Антон, что ты скажешь по этому поводу? Ну, я как человек, который непосредственно сам ворует в супермаркетах конфеты на месте. Серьёзно? Да, я оправдываю полностью. Эксклюзив. Печенье стоит того, чтобы его украсть, даже если это твой лучший друг. Эксклюзив в тачке абсурда. Антон признался, что ворует конфеты. Нет, ворует. Ворует это, если я их выношу за территорию, я ем их на месте, то это не круто. А ты не боишься камер видеонаблюдения? Ну, я попадался. Это как в советском мультике, там, где про собачку и котёнка, гафу, по-моему. А, да-да-да. Когда он котлеты прятал в животе. А вообще, я думаю, что это вот с этим полицейским это какой-то небольшой розыгрыш, потому что я помню новость, давным-давно читал, вспомнил, когда готовил сценарий к этому выпуску, я вспомнил новость. В Австралии мужик схватил с открытой чужой машины коробок спичек, прикурил и положил на место. Штраф ему потом дали 50 долларов за это, так как было, типа, покушение на чужое имущество. Вот я и думаю, то ли спички там дорогие слишком в Австралии, то ли, слава богу, я не курю. Это дичь какая-то. Это из разряда, я не знаю, как в Америке в райончиках, в которых там, допустим, у всех маленькие заборы, если ты сделаешь забор повыше, тебе приедут, оштрафуют тебе. Это же реальная тема. Мне кажется, у тех, кто придумывает эти правила, у них, не знаю, комплекс, они... чтобы у кого-то забора окажется больше. Я фигзю. Но американцы, которые придумают всякие правила, у них, походу, в мозгу ячейка, абсурд. И вот они туда кидают эти все идеи, а потом такие думают, а что бы их не реализовать в мире, да? Вот и... Я не знаю, в чем их проблема. Я вот только недавно смотрел ролик чувака, который там активно пропагандирует американские тоже всякие устои. Он сам живет, походу, в Америке и снимает про это ролики. Сказывал, что там, допустим, если ты коллегу как-нибудь, пошлую шуточку там, коллегу женского пола, откуда-то в другую сторону, тебя там могут за домогательство засудить. Типа, дичь вообще. Без пошлых шуточек и высоких заборов в твоей жизни, мне кажется, теряет свои краски. А если, типа, не воровать конфеты, у коллеги, то вообще как... Смысл вообще тогда работать с тем человеком, если у них даже печеньку нельзя украсть. Ладно. Перейдем к следующей новости. У меня тоже американская история, и полиция в ней тоже присутствует. Парочка неудачников-воришек попытались скрыться от полиции на территории полицейского участка, прямо под камерами наружного наблюдения. Как стало известно сайту 1.ru от Daily Mail, в городе Пиори, Аризона, 28-летний Марван Эль Ибади и 29-летняя Сельма Хурье чего-то там стащили в местном торговом центре. Похоже, Антон, ты к этому тоже причастен. Ладно. Незаметно скрыться от места преступления у них, конечно же, не получилось, и в результате парочке пришлось спасаться бегством. В полупогоне они сиганули через забор и оказались во дворе отделения городской полиции. Не найдя приличного места, чтобы укрыться, Марван перелез через забор обратно на улицу, где и был вскоре арестован. Самообразительная же Сельма решила не париться и попыталась слиться с местным пейзажем, забравшись в подлавку, откуда спустя несколько минут и была извлечена кохочущими полицейскими. Вот это прям ограбление по... Я даже не знаю, как назвать. Или просто это Бонни и Клайд уже не те, да? Не знаю, мне кажется, они угорали просто. Они решили, давай побегаем от ментов, но повод какой-нибудь такой несерьезный, чтобы нас не прикрыли, не посадили. И я знаю подобную ситуацию. Ну как подобную, покруче. Доска, знаешь, есть такая в некоторых магазинах. Этих людей должны знать каждый тип что-то такое. Фотки людей, которые будут что-то реально такое воровать. И бывали такие ситуации, когда кто-то хотел, допустим, попасть на эту доску и специально паливно что-то воровал и очень расстраивался, что вообще-то не фоткали. Кстати, спец по нашим ограблениям Ксюша, это, конечно же, у нас не Картахен, но по десятибальней шкаре какой-то... Сколько баллов ты поставишь этой неудачной попытки грабежа? Ну, в качестве приключения Олега Ташки, там, когда она прикрылась, везде собраешь. В принципе, норм. Ну, такое. Я вот недавно слышал историю, когда военкомат к чуваку домой пришел, а он на шкафу спрятался наверху и они его не пришли в его корму. Я, кстати, в детстве также пряталась. Да, да. От военкомата? Да, военкомат зашел домой. Нет, я у Ксюши спрашиваю для того, я понял. Я прячусь либо от тюрячки, либо от военкомата. У меня два. Ну, просто, знаешь, есть же такой закос, к тебе там военкомат приходит, а ты просто дверь не открываешь, а вот все-таки вломились к чуваку там с этим собеском и не нашли на шкафу. Вот это круто, а типа убегать от ментов в кустах и тебя нашли, значит, не очень ты хотел, чтобы тебя не нашли. Читая эту новость, я, кстати, попался на забавной истории, которую подписчики ВКонтакте, не наши подписчики, но какие-то там подписчики в каком-то паблике тоже забавные истории рассказывали, они похожи как раз-таки на эту новость. Вот первая история. Был свидетелем, как пьяный клоун угнал копейку и через 100 метров въехал в стоящий пост ДПС. Владелец машины бежал следом, такого быстрого раскрытия угона по горячим следам в истории не было. Вот. То есть, только угнал копейку, врезался в пост ДПС, вот тебе и все. Раскрыли. Ну, удачи. Или вот... А, да, это нормально вообще-вообще. Я, по-моему, как бы у нас каждый второй дурак, который б***ь ему придет в голову украсть копейку. Это по-любому какой-нибудь отбитый, который на первом же столбе испалится. Ну, и вторая история тут есть тоже. У меня подруга однажды убегала от пьяного хулигана и вбежала в отделение милиции, а пьяный хулиган вбежал следом за ней и попытался ее схватить прямо на глазах у иземленного дежурного и толпы милиционеров. Вот как-то так. То есть, нет бы остановиться, типа, а он, наверное, не видел, что это здание полиции, типа, забежал, вот тебе и... попался. Это мгновенная карма. Я иногда так же, типа, ругаюсь с кем-нибудь, а потом поворачиваю голову через секунду и бьюсь головой обо что-нибудь. Вот это та же мгновенная карма. У меня была мгновенная карма, когда я в школе еще учился, по-моему, в 11 классе это было, и я на этаже, на третьем, по-моему, стою, короче, с чуваками и обсуждаю, ну, музыкальницу я в группе как раз играл тогда, и я обсуждал, вот, типа, металлика, вот, классно, они там шли к своей цели, там, занимались музыкой, говорю, вот, блин, надо делать то, заниматься тем, что тебе нравится, говорю, а не физику учить. И сзади прям физичка проходила, короче. Это был один из моментов, за которые она мне просто двояки ставила активно. Это, знаешь, кстати, это, Ксюша, знаешь, на что похожая история Антона? Мы как-то в прошлом сезоне уделили такое небольшое время для того, чтобы рассказывать, я читал какие-то твиты, где были такие курьезные моменты, типа. Да-да-да, я помню про это, про публичные. Когда у нас еще в гостях была Ольга Макеева. Да-да-да. Вот. Ну, следующая новость просвет прочитала у нас Ксюша. Так. В Минской области милиция ищет самогонщику с помощью дронов. Использование дрона позволило Минской милиции выявить самогонный аппарат и сдержать по личным самогонщикам. Дрон был запущен на деревне Новосилово. Новосилово. Нет, Носилово. Носилово. Слушай, мне это честно напоминает Картахен. Вообще. Так, еще раз. Дрон был запущен на деревне Носилово. Что ж, Носилово. Носилово. Слушайте, если вы друг Ксюше, никогда не доверяйте ей читать названия населенных пунктов. Вот почему Россия не хочет, чтобы Илон Маск запускал свои спутники. Мало того, что все дачи медведевых будут спалены, так еще и будет спалено скольких канатканых полей самогонных аппаратов. Вот он. Так, так, у нас друг друга палят, чтобы потом участковый к тебе пришел и бабок дал на лапы. А так тебя на всю, так сказать, на весь мир, на всю, Америку палят, как ты самогон думаешь. Поэтому, да. Так вот, по результатам было изъято уже 390 литров готовой продукции и более 4 тысяч, 4 тонн браги. Представляете, просто какой это объем. И комментарий подполковник милиции рассказал, что с высоты птичьего полета отчетно были заметны не только дым, дрова и дрова в машине, но и готовая продукция в пластиковых канистрах при входе в подпольный цех. Просто вот это прям все как на ладони. Давай, бежи, наслаждайся, выполни кулан, получай премию, красавчик. Да я же говорю, получается, что технология мешает всем слоям, так сказать, преступности. если сейчас мешает интернет, ютуб, телевизионные пропагани, что можно подноготную какую-то узреть. А тут даже бедолага какой-то самогон уже не может нормально гнать, его сфоткают, вконтакте, как в паблике, не знаю, Все, 1984 уже здесь. Знаете, как, короче, были паблики, там, курицы, там, Питера, курицы Москвы, там, не знаю, курицы Харькова. Почему? Ну, там, как девчонок, которые, А, петухи еще, по-моему, тоже, что-то. Да, вот, ну, это они ответный создали, но вот был такой период, когда вот в каждом городе был паблик курицы, и туда выкладывали петухонок, там, которые, не знаю, там, пьяная спалилась, или в переписку взломали, там, и в голые фотки спили, а это, типа, преступность, как там, насиловая флоткитого мужика, прям, кадры с дрона, короче, как он смогу онлайн, чтобы все знали, что где находится он, чтобы с той стороной он погиб. Кстати, я, когда искал для себя новости, я натыкался на новость Ксюши, и детально, кстати, ее изучал перед тем, как готовить, потом решил все-таки не готовить, потому что ты мне скинул свои новости, я такой подумал, окей, отдам тебе. А, я просто детально изучал эту новость, и там на других сайтах, на других изданиях было написано, то, что благодаря съемке с квадрокоптера удалось рассмотреть характерный дым и готовую продукцию. У меня вопрос, а что у самогонного аппарата есть свой характерный дым? По-моему, да. Как он вообще определяется, какой характерный дым? Потому что... Ну, смотри, там идет... Ты летишь, а там запах перегара, короче, за 200 километров доходит. Характерный дым. Слушай, мне кажется, выразились неправильно. Пар, скорее всего, потому что, ну, как бы, если ты, допустим, в частном доме печь топишь, то у тебя именно дым будет, а если ты самогон гонишь в крупных количествах, я думаю, как Хайзенберг, должен быть пар, потому что дым-то, он, скорее всего, будет от дров в итоге идти, от печки, точнее, которую ты растопил. Почему лаборатория Хайзенберга была под этой стиральной вот этой вот прачечной? Да, да, Чтобы не пары обрабатывали, чтобы не политься, вот и здесь, видишь, надо было ему пары обрабатывать. Но ты заметь тоже, как это делалось в сериале или как это делалось в Минске, в Минской области, точнее. Какое там село было? Новоселова? Новоселова. Новоселова, да. Новоселова. А может, это батька мимо проезжал такой в знакомый этап. Может, он как-нибудь узнает, как порвел как этого самокола. Ладно. Хорошо. Ну, такая вот забавненькая финальная новость на сегодня. Ну, на этом еще как бы не все. У нас, вы знаете, есть рубрика для гостей, называется она «В курсе дела». После перебивки я объясню правила. Крюшка, у меня к тебе вопрос. А не хочешь ли ты в этой рубрике составить Антону компанию, чтобы был такой соревновательный небольшой момент? Ну, давай попробуем. Хорошо, если что, я сейчас объясню правила. Я по очереди буду читать пять заголовков из реально существующих абсурдных новостей. В этом заголовке будет пропущено либо слово, либо словосочетание какое-то. Вам нужно постараться отгадать его хотя бы или дать наиболее подходящий ответ к правильному, то есть наиболее такой, наиболее правильный ответ. Если вы угадаете и попадете в точку, вы получите три балла. Если вы будете близки к правильному ответу или хотя бы по значению, то вам дастся всего один балл. Также вы можете у меня попросить подсказку какую-то, но тогда вы получите всего полбалла. А если вы далеко будете от правильного ответа либо вообще ничего не придумаете, то получите баранку, то бишь ноль баллов. Правила ясны? Да, я люблю баранки. Ладно. Поехали. Первый заголовок. В Колумбии пятеро медиков были уволены за вокруг пациента. Харабот. Мастурбация. Хорошо. А у тебя, Антон, какое? Мастурбация. Мастурбация. Мастурбация вокруг пациента. О свойствах лечебной как это правильной я просто сразу представлю картину вокруг пациента. Поехали. Кружок. Они просто пересмотрели форнкапс. Да. Окей, правильный ответ танца. Ксюша была правильнее всего, она получит один балл. Как жаль. А чё, почему одно другом было? Где гарантии, что кто-то будет там? Хорошо. Второй заголовок. В Мексике два рыбака пять дней плыли по морю на... На чём же? На резиновой женщине. У тебя тут? Не знаю. На пивных баклажках. Полотыш пивных баклажек. Угу. То есть это сколько же надо выпить пива, чтобы сливать пивную баклажку? Ну не знаю, пустых бутылок можно смотать там как-нибудь скотчем. Ты думаешь, в Мексике столько много можно найти пивных этих? У меня вообще по географии двойка, это... Не знаешь, где Мексика? Да. Я не знаю, где-то вообще можно оплатить, насколько большой там у них подаём. Хорошо, правильный ответ. В Мексике два рыбака пять дней плыли по морю на холодильнике. Ну, так неинтересно. Третий заголовок. Массовый холодильник, что ли? Да, возможно. Человеческий холодильник, на который, знаешь, типа, забираешься кружку... у них холодильник как типа в рекламе Пепси, вот я понял, короче. Да, да. Обычно он этих около супермаркетов 24 на 7 в Америке стоит. Такой-такой, знаешь, третий заголовок. В Новокузнецке планируют устраивать забеги на... на чем же? Не, Новокузнецк очень непредсказуемый город. Ну, ты не думаешь... На руках? На территории завода. А, то есть ты решил даже не на чем они будут, да, сидеть во время забега, да? А вокруг чего-то? Или на какой-нибудь тестовый третий? Я не знаю, может в Новокузнецке типа в принципе негде устраивать забеги, они такие, блин, у нас же есть там цеха, короче, они длинные и там хотя бы есть какой-то... Вокруг мэри, например. Типа там, где зарплата? Забеги, на чем могут быть забеги? На собаках, что ли, типа в этом смысле? Да. Ну, почему я отметил именно на чем именно забеги, потому что правильный ответ на свиньях. То есть наукозинятки планируют ставить на свиньях неправильное удаление поставить, на свиньях, вот. Жестко. Жестко, да. Они не спрашивали, что ли, переизбыток свиней в Новокузнец? Они просто на них катаются. Вместо лучших. Сбирать свинин уже невозможно. Так, что-то мы как-то тухленько идем. У Ксюши один, у тебя Антон ноль. Ты хочешь попасть в самый нижний список наших гостей? Но. Это как гости дно. Ты хотя бы подсказку когда-нибудь возьми. Чтоб хотя полбала получить. Если что. Итак, четвертый заголовок. Британец подал жалобу на отказавшую ему... На кого же он подал жалобу? Телку. Телку, да, но... На отказавшую ему путану, короче. Ну, куртизанку. Так. А ты просто говоришь телку, да, Ксюш? Крикинь, он вызвал... Ну да, но мне кажется, он прав все-таки. Я что-то такое припоминаю. Хорошо. Британец подал жалобу на отказавшую ему проститутку. Вот так вот. То есть, ну, фактически Антон получит три балла. Хорошо. Пусть это сказано не куртизанка, но это проститутка тоже самое. Так, а пятый заголовок. Под Одессой устроили концерт в честь открытия... Чего же? Крематория. Сарь, добрый, черные шуточки. А давно? Какого? Новость какого? Это новость от декабря шестнадцатого года. Не знаю, наверное, в честь открытия школы последователей Степана Банды. По датам. Надеюсь, Роскомнадзор у нас не закроет за такие шутки. Ну, в общем, со школой ты примерно был прав. В общем, под Одессой устроили концерт в честь открытия школьного туалета. Ну, в принципе... Вот настолько все, да, было плохо? Да, настолько все плохо. Ну, это Одесса, че? Нормально. Туалет, имена уличного? Школьного туалета, не уличного. А до этого школики на ведро ходили и из окна выливали, как в древней вене. Вот, в общем, вы сейчас видите количество баллов на своем экране. На каком месте встали у нас ребята. Ксюшу мы тоже впишем, она у нас как участница этой рубрики. Вот, в общем, на сегодня все. Вот, мы сегодня подошли к финалу. В гостях у нас был сегодня музыкант и блогер Антон Ходячий. Спасибо тебе еще раз большое за то, что ты сегодня поприсутствовал. Было интересно тебя послушать и с тобой поучаствовать. Да, ништяк. самый короткий комментарий гостя. На самом деле мне тоже было интересно в том плане, что я подобным не участвовал. Вот, в общем, хочу сказать вам, дорогие друзья, что вы можете вступить в нашу группу во Вконтакте, чтобы прочесть другие новости, которые не попали в этот выпуск или не попадут в следующие, там, неважно. А также позалипать на другой интересный контент, который мы там регулярно опубликуем. А это была Точка Абсурда и его ведущие я, Александр Воженок и... Ксюшка Вольф. И Антон, да, у нас сегодня был в гостях. До встречи через две недели. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok